Природа места стала идейным вдохновителем этого необычного дома-фрегата. Дерево и стекло – это две основные идеи, должно было быть и того, и того максимально. Если бы не было этого вида, делать такие окна, панорамное остекление с видом на соседнее окно, соседний балкон, то есть это не поняли бы ни соседи, и нам бы было не очень приятно смотреть в такие окна. Проект хозяева искали очень долго, пока на форуме им не подсказали идею уникального дома в Крыму. Когда мы увидели эту фотографию, просто вариантов больше не осталось. Все повторять идею не стали. Ну, вот эта терраса – это как раз отступление от того проекта, который мы взяли за основу, потому что в том проекте она в несколько раз меньше, практически ее нет. Терраса стоит на железнобетонных колоннах. Колонны заглублены в землю порядка на полтора метра и залиты бетоном. Значит, сверху они, сверху искусственный камень. Сама, само основание сделано из бруса 20 на 20. Терраса будет открытая, передняя часть открытая сверху. У нее будет кровля из прозрачного пластика. Основная ее особенность – сквозь сам пол террасы и сквозь, ну, именно кровли будут идти две сосны. То есть будут сделаны вырезы аккуратные, то есть с допусками, учитывая, что сосны в ветреную погоду очень шатаются. Соответственно, все это будет учтено, чтобы они не сломали ничего. По поводу выбора фундамента остановились на плите железобетонной, так как на месте дома раньше было такое небольшое озеро, которое засыпали битым кирпичом и песком. В результате получилась небольшая возвышенность, но все равно, чтобы в будущем не было проблем, так как почва нестабильная, было самый такой, самый дорогой, но самый такой прочный и надежный фундамент – это плита. По поводу конструктива полов. Полы 20 сантиметров толщиной, лаги 20 на 10, такие же, как на террасе. В полы укладывается утеплитель, вот он здесь виден. В принципе, все коммуникации тоже в полах. Теперь, значит, по цокольному этажу. Это выложенный из блоков метровый этаж. Основная функция которого – приподнять дом над землей, чтобы он не гнил, не отсыревал. Ну и была мысль при строительстве как-то его использовать в хозяйственных целях, то есть там что-то хранить. Ну, как показала практика, была допущена большая ошибка, то есть высота этажа не позволяет там нормально передвигаться и, соответственно, складывать туда стройматериалы так, как это хотелось бы делать. В лучшем случае там можно передвигаться как-то ползком, но это не полноценный технический этаж, который хотелось бы иметь. Еще одна интересная особенность данного дома – это то, что второй этаж по своим размерам больше первого, и он нависает над первым на полтора метра, образуя таким способом крытую веранду. Здесь мы видим столбы, которые держат второй этаж, наверху каждого столба домкрат, который компенсирует усадку, то есть нужно постоянно подкручивать его, чтобы дом не повис на столбах, а как бы садился вместе, чтобы вот это расстояние уменьшалось в течение усадки дома. Итак, мы сейчас находимся на первом этаже. Его площадь составляет 80 квадратных метров. Здесь мы видим гардеробную, электрощитовая. Если пройдем прямо, мы окажемся в котельной и в санузле. Это гостевая спальня. И основная комната первого этажа – это, естественно, кухня-столовая. Сейчас мы попадаем на мою территорию. Это кухня. Вторая по размеру комната в этом доме. Изюминкой этой комнаты являются два больших окна. Они продольные, и нам показывают, что у нас за окном, какая красота. Лес, панорама леса. По задумке, кухонная мебель у нас будет располагаться здесь, и столешница будет примыкать прямо к окну, к подоконнику. То есть будет единое пространство, и мне будет большое удовольствие готовить и смотреть на лес. Также я буду наблюдать, что делают маленькие дети с другой стороны дома. Второй интересный момент, который мы задумали с самого начала дома – это выход на террасу. То есть я буду не только смотреть, но если надо, у нас там будут стоять столы, я буду выносить еду, все будут ходить, это очень удобно. Сейчас мы находимся в одной из двух спален на втором этаже. Расположены они симметрично, одна в левом углу дома и одна в правом углу дома. Спальни практически одинаковые по размерам и имеют, каждая спальня, вот такое панорамное окно и свой маленький балкончик, которые также расположены симметрично в правом и левом углу дома. Это звезда, это самая любимая наша комната. Это то, от чего мы плясали, когда делали дизайн. Это самое лучшее и яркое, это к чему мы стремились. Это вот большая гостиная комната. Эти огромные окна были самой проблемной при строительстве, большой проблемой, потому что стекла каленые, здесь два стекла по 8 миллиметров, и очень было сложно найти фирму, которая возьмется за установку, и вообще, чтобы сделать эти окна, было очень сложно найти, но мы нашли. Установка тоже потребовала больших сил, но мы справились, и сейчас очень рады, потому что комната становится светлой, достаточно теплой, несмотря на то, что пол здесь выходит прямо на улицу, потому что комната больше, чем само основание дома. То есть получается, что сейчас, где я стою, улица, ну, достаточно тепло и хорошо. В будущем мы планируем поставить камин, который не будет закрывать панорамных окон, узенький, и будет придавать дополнительное тепло. Но во время проектирования данной комнаты была совершена ошибка, которую нам теперь придется исправлять. Стремясь сделать огромные окна, мы отказались от маленьких перегородок и не смогли сделать открывающихся окон. И в комнате становится очень быстро душно, особенно когда солнечный день. Поэтому сейчас нам будет просто необходимо сделать дополнительные маленькие окна с одной и с другой стороны комнаты в противоположном углу, чтобы их открывать, ставить на проветривание, и воздух циркулировал, и было чем дышать. Разумеется, коротко рассказать о таком сложном и необычном проекте невозможно. В этом сюжете мы ограничились общим обзором дома. А вот про нюансы стройки, ее достижения и ошибки смотрите в следующих сюжетах на форум Хаус ТВ. Редактор субтитров А.Семкин